Её зовут Таня, а её зовут Саша. И сегодня мы с вами разберём классическую обрезку сливы, чтобы получить вкусные плоды и было легко ухаживать за вашим садом. Главный принцип обрезки сливы – это пустить свет в крону дерева, поэтому из центра кроны будем удалять целые ветви. Примерно так. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы внутри образовывались маленькие веточки, они же плодовые. И плоды можно было собирать прямо здесь, не залезая куда-то туда. Это будет очень удобно. Отлично. Обратите внимание на вот такое везвление. Что слива, что вишня регулярно этим страдает. Как только две ветки одинаковые и угол очень острый, у них образуется складка. Они внутри не срастаются. То есть, если даже вот такое отклонять, оно не надломится, ну, естественно, при адекватной силе, то вот такое ветвление, в случае чего, обязательно будет разлом. Сейчас покажу результат. Пример. Тот же пример, только на взрослые вишни. Смотрите, здесь у нас уже одна ветка отломилась таким образом, а здесь появилась вот такая большая трещина. Все из-за того, что вовремя не провели необходимую обрезку. Вот еще одно такое же место. Точно такая же развилка, очень узкая. Вот она складка. Когда-то было повреждение, либо очень узко отходила ветка изначально, уже началось усыхание. Там внутри частично, здесь отковыряли, посмотрели, сердцевинная гниль. Соответственно, принято решение одну из двух ветвей освободить, то есть ее здесь срезать полностью. При нашем сыром климате, чтобы избежать дальнейшего развития гнили. Я за, потому что ни садовнику, ни хозяевам здесь просто не пробраться. Так мы освободим место для прохода газонокосилки. Нам будет удобно ухаживать за приствольным кругом, за штамбом дерева одного и второго. А главное, что будет достаточно света обоим этим деревьям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой средств мы полностью замажем. Нам тут зарастать нечему, не получится нечему зарастать. Поэтому можем даже по краям. Вот так хорошенько. Сделали его чуть-чуть под углом, чтобы вода у нас стекала, которая будет попадать. У Егора получилось просто идеально. Как он сказал, лучший срез до сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один маленький секрет. Из-за того, что один сосед долгие годы мешал расти другому, образовывается вот такая выемка. Причем многие думают, что растения здесь срастаются. Это не так. И теперь оставшийся вообще-то не в курсе, что соседа нет. И ему здесь расти никто не мешает. И будет продолжать расти в одну сторону и в другую еще многие-многие годы. Чтобы вот этой части не было, чтобы она начала расширяться, берем острый нож и делаем вертикальные надрезы ровно по коре. То есть мы режем кору и не вгрызаемся в древесину. Что получается? В моменте срезов, это же рана, растение начинает сюда поставлять больше веществ. И вот эта часть начинает разрастаться, разрастаться и разрастаться. Через несколько лет придя, мы можем увидеть здесь абсолютно круглый ствол. Точно так же можно сделать, если вы забыли снять подпорки и обвязки на ваших деревьях и образовываются такие, так называемые, перетяжки. То же самое. Сняли перетяжки, сделали вертикальные надрезы и закрыли, завязали. В этой ситуации мы даже завязывать не будем. Теперь я довольна. Здесь будет отлично, удобно проходить с газонокосилкой, вносить удобрения под дерево и на газон. Также внести доломитовую муку, для того, чтобы уменьшить количество образования порослей под этой сливой. Но ее и так будет меньше, потому что здесь теперь достаточно света. Укорачивающая обрезка сливы. Отлично. Все наши плоды будут пониже. Не понадобится стремянка. Осенью по-быстрому справимся. Не все достанется воробьям! Хочу обратить ваше внимание на почки. У сливы, так же, как и у вишни, очень часто люди путают ростовые и, соответственно, плодовые почки. Давайте разберем с веточки. Конец побега очень длинный ростовой побег. Он может быть вот таким, то есть это буквально до 15 см. Он может быть и 15, и 20, и до полуметра и более. В зависимости от того, насколько был удачный год. От него отходят в бока плодовые веточки. Видите? Почка более оттопыренная, чем ростовая. Расстояние между одной почкой и второй более укороченное. Идем ниже. Следующая вот маленькая. И она тоже. В прошлом году воды были вот здесь. Теперь они на буквально миллиметр выше. Главная задача любой обрезки – получить вот такие шипики, покрытые полностью почками плодовыми, на всем, на всем, на всем стволе. Поэтому в момент весенней стрижки аккуратнее с маленькими веточками. Они могут оказаться как сухими, так и сырыми. А очень глубоко спящими. Именно на них, вот на таких маленьких веточках на стволе, в итоге могут проснуться плодовые почки. И получаем плоды прямо здесь. Ля-ля, хватит стричь, хватит стричь, как итог. Хватит стричь. Заберите у меня секрата. Хватит стричь. Слива, как и вишня, не требует такой сильной и кардинальной обрезки, как яблони и груши. Подведем итог. Что же мы тут сделали? Осветлили крону, позволив тем самым образовываться побегом прямо на стволе. Укоротили все верха. Четыре метра нам совершенно не нужно. Вырезали ветви, которые были неправильно расположены, имели очень острый угол, ну и вообще были нам не нужны. И главное, удалили конкурента, освободив всю эту сторону. Если сейчас вам кажется, это очень жестоко и здесь мало ветвей, буквально год, максимум два, проснувшиеся ветви полностью заполонят это пространство. На этом все. Увидимся снова на канале Европлант Лайф. Вы дождались весну, а мы с Таней ждем от вас лайков. Всем пока! Пока-пока! Давайте рассмотрим укорачивание побега сливы и вишни на примере уже заранее срезанных. Вот такой длины это годовой прошлогодний прирост. Вот он, вот он у сливы один, вот он у сливы второй. Что делаем, чтобы, если нет возможности, еще не наросли ветви для того, чтобы вырезать целиком, встает вопрос, как формовать. Вот для того, чтобы формовка прошла весьма удачно и ветвление можно было выбрать, какое вам нужно, один маленький момент. Берется годовой прирост, какого бы размера он ни был, и делится условно на три части. Верхнюю, среднюю и нижнюю. То же самое со всеми остальными. Что нам это дает? В верхней части самые обильные, самые сильные ростовые процессы. Соответственно, здесь больше направлено на плодоношение. И работать мы можем только в верхней, в ростовой. Если мы удалим верхнюю треть полностью, то мы остановим рост. Здесь будут год-два, максимум три плоды. Дальше всю ветвь нужно будет удалять. Если вы рассчитывали сформировать какое-то красивое дерево, тогда в верхней трети обязательно оставить часть побега. Выбираем там, где нам удобно, куда нам лучше, краше, выгоднее, по вашему желанию. И в этой трети мы можем работать. Можем отрезать здесь, здесь, здесь и оставить хотя бы несколько почек именно в верхней трети. Таким образом, у нас здесь будут те ветви, которые нам создадут новую часть кроны, уже более удачно расположенную, в разные стороны. Из них мы выберем нам выгодные, нужные, самые красивые. А здесь получаем зону, полную плодов. Посмотрим итоговый результат. Вот здесь была укороченная ветвь, почки под ней все-все-все стали плодовыми. Смотрите, как обильно будет цвести в этом году вишня. А ростовых буквально два. И то ростовые только сверху, а здесь будут плоды. Вот он, классический результат. У нас в последней трети появились ростовые, дальше образовались плодовые, очень крупные плодовые почки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы пронаблюдали, немножко скорректировали рост этого растения. Когда-то, примерно 2-3 года назад, уже подходили к этому экземпляру, уже что-то обрезали. Вы наблюдали, естественно, какое большое количество волчков здесь было изначально. Что из этого убрали целиком, что-то вырезали на кольцо. Все почки укоротили, прошлись по всем-всем-всем веточкам. Убрали ветви, которые мешали ухаживать за газоном. Что здесь будет в итоге? Из года в год ветви, образовывающиеся здесь, позволяют нам укорачивать и укорачивать крону. Таким образом, если у вас на участке достаточно широкое дерево, и под ним вы слегка устали мучиться и косить траву, таким образом можно сделать яблони гораздо и гораздо короче. Не только в высоту убрать, но и в ширину. И получать плоды вот здесь, стоя на земле. Не нужно забираться на 10 метров, ставить стремянки, лестницы и, балансируя сверху, как-то собирать урожай. Весь урожай можно собрать с земли. Это был бы идеальный вариант. Саша остановила меня от более серьезного и более жестокой обрезки этого дерева. Во-первых, хотелось бы, чтобы в этом году плоды также были крупными и было большое количество. А второй момент, не хотелось пугать хозяев этого участка. Потому что можно было бы обрезать еще жестче. Например, убрать весь этот ствол целиком. Вот эти две развилки нам дают сюда просто тень. Тогда на эти ветви получится гораздо больше солнца. И развиваться им будет легче. Это так для начала. Еще один момент. Что нужно будет сделать, уж не в этом году, то в следующем наверняка. Это убрать вот этот высокий ствол. Это снизит высоту. Запустит сюда солнце. Маленькие, естественно, и здесь проснутся. Вот они, почечки, которые будут. И будут из них новые побеги наверняка. Вот это все проснется. И из них сделать часть кроны гораздо ниже. И все сразу резать на плодоношение. И последний момент. Маленький такой секрет. В связи с тем, что дерево, в общем-то, при всем своем размере, средневозрастное. Ну, нет по нему ощущения, что ему там 60-70 лет. Естественно. Можно сделать такой финт ушами. Обрезать не на более сильную ветку, а на более слабую. А мы делаем двойную обрезку на более слабую. Мы режем сразу на плодовую. Большинство побегов укорочено именно на плодовые почки. Пока растение разберется, пока оно накопит где-нибудь гетероауксины, у нас плодовая почка даст сигнал следующим. Опять же, больше плодов и больше плодов. И только уже в самом последнем моменте она будет думать о том, что, наверное, ей нужно стать даже ростовой. Раз она у нас крайняя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова